МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлой программе мы отправились в главную святыню китайских боевых искусств – монастырь Шаолинь. Именно в Шаолине уже полторы тысячи лет тренируются самые сильные воины Поднебесной – шаолиньские боевые монахи. Мне удалось попасть в монастырь, и сегодня я проведу целый день в роли послушника Шаолиня. А это значит, буду следовать всем правилам монахов, подчиняться наставнику и жить по строгому распорядку дня. А начинается он еще до восхода солнца. Без пятипяти нужно очень быстро вылегать. Уже слышен звон колоколов. В буддийском монастыре начинается с улыб. Проспать ее нельзя категорически. Монах Гима готов к труду и обороне. Побежали. Доброе утро. Я вас сегодня не узнал. Пойдем быстрее, уже начинается. Весь мир знает служителей Шаолиня как невероятных воинов. Но на самом деле они прежде всего монахи. Для них основа всей жизни – это буддизм. Такая служба не проходит каждый день ровно в пять часов утра. И с этого начинается день монаха монастыря. С самого основания монастыря все полторы тысячи лет, несмотря на войны и катаклизмы, каждый день монахов начинается именно так. Я не молюсь, потому что не умею. Я просто остаюсь сложив руки в бороду. Это большая честь. Нас тренцов так же супер пускают. Утренняя молитва проходит в зале Махавира, в самом священном месте монастыря, где проводят важнейшие церемонии Шаолиня. Утренний ритуал длится около часа. В этой молитве монахи просят Будду помочь миру избавиться от жестокости и несчастья. Служба закончилась и все отправляются на завтрак. Сейчас я пока еще могу говорить, когда я зайду на территорию кухни, я должен буду замолчать, потому что я не имею права разговаривать, находясь в столовой. По правилам монастыря Шаолинь, в месте приема пищи произносить вслух можно только молитву. Первым делом монахи должны предложить еду Будде и помолиться за всех живых существ. Настоятель принимает пищу вместе со всеми в центре зала, на отдельном возвышении. Еду готовят и подают на столы послушники монастыря. Одна из главных заповедей монахов – не есть пищу животного происхождения, мясо, рыбу и даже яйца. Питаться можно только тем, что они вырастили сами. Говорить строго запрещено, поэтому свои пожелания важно очень четко показывать послушникам жестами, чтобы объяснить, чего я хочу. И самое главное – случайно не оскорбить их. Поразительные правила, видите, настоятель ушел, и все, все заговорили, и уходят сразу же. Очень четкая иерархия. Если ушел настоятель, нужно уходить. Теперь полагается помыть посуду. Где ее мыть? На улице. Во-первых, мою за собой посуду, а во-вторых, сегодня я дежурный. Вы знаете, что делают новобранцы в армии? Конечно же, моют полы, туалеты, посуду. Сегодня у меня такая же миссия. Я сегодня дежурный по кухне. Эй, стой! Палочки не одноразовые. Палочки не одноразовые, я чуть не выбросил. Для начала твоя задача – убрать все со столов. Спасибо. На столах остались банановые шкурки. Нужно протереть каждый стол тщательно и собрать весь мусор. Здесь сидели какие-то неаккуратные монахи. Вообще обычно за собой убирают. Тут все поразбрасывали. Оказалось, что сегодня я не единственный дежурный. В уборке мне помогает один из молодых послушников. Как тебя зовут? Шихао. Ты давно служишь в монастыре? Только в этом году приехал. Ты тоже учишься на боевого монаха? Да. А вот это твой выбор или это родители предложили тебе? Я был непослушным, и меня родители сюда отправили. А, вот так вот. Ты расстроен или уже смирился с этим? Уже привык. Даже по дому не скучаю. Сколько тебе лет? Пятнадцать. А вот кто для тебя кумир и авторитет здесь, среди боевых монахов? Мой мастер. Скажи, а ты гордишься вот уже теперь тем, что ты здесь оказался? Нет. Мастер говорит, что гордыня – плохое чувство. Ну, то есть тебе нравится здесь? Уже нравится. Только вот скажи мне, чего нас молодых так гоняют и заставляют убирать, а? Ну, мы ведь не всегда будем это делать. Если будем стараться, то станем боевыми монахами. А убирать будут другие послушники. Ну, да, да. Дедовщина такая, в кавычках. Молодые должны убирать. И новички. Это не все обязанности послушников. Нужно еще подмести в столовой. Подмести все тщательно, особенно вот эту центральную зону. И возле места настоятеля. Монастырь обслуживает себя сам. И все, что здесь нужно делать, это делается силами монахов. Вот это обычная повседневная жизнь в монастыре. Следующая миссия – привести в порядок двор. До того, как в 8 часов утра монастырь откроется, нужно везде тщательно замести и все прибрать, чтобы было чистенько. К тому моменту, как будут заходить посетители. Это тоже наша работа. Сегодня мне предстоит суперактивный день вместе с монахами Шаолинь. Поэтому я специально взял фитнес-браслет. В нем есть спортконтроль, бега, шагов и даже плавание. Плавать мы точно не будем, а вот шагать и бегать придется изрядно. В конце дня посмотрим, легко ли провести день так, как проводят его монахи в монастыре Шаолинь. Не скажу, что мне дали сложную работу, но ее было реально много, и она не заканчивалась. И вот, наконец, настало время увидеть главную тайну Шаолиня. Тренировку, которая делает из монахов сверхлюдей, самых сильных и непобедимых воинов Китая. И не только Китая. Самое главное в распорядке дня любого боевого монаха Шаолинь, это, конечно же, тренировки и, конечно же, кунг-фу. Собственно, ради этого здесь все и находятся, чтобы всю жизнь постигать новые вершины, совершенствоваться и становиться все более и более непобедимым мастером. Сегодня я тоже приму участие в тренировке. Вот, друзья, заходим. Боже, это один из старейших залов здесь, в монастыре Шаолинь. Его называют залом 500 архатов. Так в буддизме называют человека, достигшего просветления. Это один из самых древних и почетных залов Шаолиня. И единственный, который сохранился с первого дня основания монастыря в неизменном виде. И пережил все войны, не был разрушен, и за 1500 лет ни разу не реконструировался. Здравствуйте. Знаете, вот я наблюдал, и мне казалось, что вот это то, что могло происходить и 100 лет назад, и 200, и 500, и ничего не изменилось. У вас действительно машина времени. Наш самый главный секрет в том, что мы занимаемся каждый день. Следы на полу это лучше всего подтверждают. Вот эти ямы, они пробиты за счет того, что здесь все время очень сильно бьют ногами во время тренировок. Это же какая сила должна быть? Дело не в силе. Эти ямы появились не за один раз. Это результат многовековой усердной работы. Монахи отрабатывали одни и те же движения много лет. То есть из поколения в поколение вы меняли форму этого пола? Да, именно так. Мне дали благословение поучаствовать в вашей тренировке. Я понимаю, что и всей жизни не хватит для того, чтобы освоить кунг-фу в полной мере. Но хотя бы для того, чтобы наш зритель понял, покажите мне основу. Мы научим тебя базовым движениям. Они самые простые, но именно в них вся сила. Становись рядом с учениками. Повторяй за всеми. Обычно люди думают, что кунг-фу – это умение драться. На самом деле это слово означает высшее мастерство. Монахи Шаолине достигают кунг-фу или высшего мастерства в шаолинском ушу – одном из самых богатых и сложных боевых стилей. Сгибай ноги. Руки на поясницу. Нужно стоять в статике, пока тренер не даст разрешения. Уже начинают немножко дрожать ноги, но я должен стоять. Руку на место, спину ровно. Это боевое искусство называется шаолин цюань. Сейчас мы отрабатываем одиночные удары. Это начальная основа. Но даже эти, на первый взгляд, простые движения даются мне с большим трудом. Не так. Давай, покажи ему, как правильно делать. Давайте. Да. Ладони вместе. Руки вниз. Стойка. Становишься на левую ногу. Правой подсекаешь. Правую ногу подсечку. Отлично. Давайте еще раз попробуем. Нет, не так. Стопу не отпускай. Бей меня. Раз и вот так. Отбиваешь удар и бьешь во внутреннюю часть бедра. То есть теперь суть понятна. Здесь отрабатывается удар во внутреннюю часть бедра. В шаолинском ушу важно каждое микродвижение. Каждый миллиметр в стойке или ударе. Монахи годами отрабатывают одни и те же движения, чтобы довести их до идеала. Понятно, что заодно занятие меня этому не обучить. Но я все же попробую. Держи эту стойку. Пустить ниже ногу, выпрямить спину и стоять. Стоять столько, насколько хватит сил. Вот видите, трусятся ноги. Ничего не могу сделать. Вставай. Спасибо. Давайте еще раз. Ну видите, неплохо получается. Понимаю, друзья, что это смотрится смешно, примерно как танцы мои со звездами, да? Но все понемножку. За одну тренировку ты даже язы не освоишь. Но попытаться стоит. Скажите, а в чем главный принцип мастерства? В кунг-фу нет коротких путей, нет секретов. В кунг-фу нужно все время тренироваться, повторять и прикладывать усилия. То есть количество повторений равно успех? Да. Вас как зовут? Ян Ман. Я Дима. Сколько лет вам? 20. Ну, я так понимаю, вы элита монастыря, вы самые крутые бойцы. Да. Я, естественно, как и большинство простых людей, которые никак не связаны с кунг-фу, с борьбой, я сужу по фильмам. И в фильмах боевые монахи Шаолиня творят настоящие чудеса. Что являются чудесами для вас, и какие приемы и навыки являются такими, которыми вы гордитесь просто? Все боевые монахи тренируют разные стили. Всего в шаолинском кунг-фу их 72. Каждый старается достичь мастерства в одном из них. Вот это вот очень интересно, друзья. Здесь часто тренируются, повторяя движения или какие-то повадки животных. Змею, орла, скорпиона. Мне показалось в начале моей тренировки, что у меня стиль плохого танцора. Настолько все грустно. Давайте попробуем еще раз. Хотя бы три базовых движения. Я дам тебе еще одну попытку. Вот, друзья, еще одна попытка. Научить Диму Комарова хотя бы трем движениям. Хотя бы трем. Попробуем следующее движение. Раз. Идем дальше. Упор на правую ногу, левую поднимаешь. Ногу поднял просто. И удар. Вроде бы ничего сложного. Вот она, стойка. Если так вот кажется, ничего сложного, но попробуй повторить. По-моему, танки с отведом продолжаются. Даже Саша Дмитриев смеется. Исправимый случай или неисправимый? Если будешь усердно тренироваться, все получится. Запомни самое главное. Ничто не дается сразу. Нужно прикладывать усилия и быть серьезным. Давай еще раз. Первое движение. Второе. И третье. Следи за ногами. И удар. Устал? Вот такие моменты, понимаешь, это не шутки. Это хорошо. Значит, ты себя не жалел. Только серьезное отношение к своему любимому делу может сделать человека мастером. Золотые звала. Спасибо. И запомни, в учебе нет коротких путей. Ты не можешь из начальной школы перепрыгнуть сразу в университет. В кунг-фу то же самое. Все дается упорством и трудом. После того, как я освоил эти приемы, не стыдно показаться на глаза тому, кто всех этих людей воспитывает. Главному мастеру боевых монахов Шаолиня. Очень все красиво в традиционном китайском стиле. Нихао. Че, нихао. Можно пройти? Присаживайся. На боевых монахов Шаолиня смотрит весь мир, просто затаив дыхание с восторгом. Потому что то, что некоторые из этих людей воззверяют, просто сложно поверить. В чем феномен? Феномен на самом деле в желании посвятить этому искусству всю свою жизнь. Далеко не каждый готов отдать десятки лет своей жизни на отработку одной техники, чтобы достичь в ней совершенства. Вот, например, обычный человек, такой как я. Он сможет, если очень захочет, научиться стоять на одном пальце. Узнать, как это делается, ты сможешь быстро. Каждый человек способен это сделать. Все зависит только от его желания и усердия в тренировках. То есть это исключительно вопрос физической подготовки? Шаолиньские стили кунг-фу не строятся только на физической подготовке. Те умения, о которых ты говоришь, находятся за гранью физических возможностей человека. Пойми, одних только ежедневных тренировок недостаточно. Нужно развивать еще и внутреннюю силу, силу духа. Без нее ничего не получится. Такие способности достигаются только общими усилиями тела и сознания. То есть развивать нужно и мышцы, и мозг. Одно без другого существовать не может. Как вы считаете, сегодня боевые монахи Шаолиня хранят традиции или их практические навыки тоже нужны? Каждый год часть наших боевых монахов уходит из монастыря в армию Китая и спецназ. Там они особенно ценны своими знаниями и умениями. Также они работают телохранителями первых лиц государства. Имеют ли они право применять свои навыки за пределами монастыря? Конечно. Шаолинь – это же не аттракцион для туристов. Боевые монахи тренируются, чтобы использовать свои умения в жизни. Но боевые навыки мы применяем только для защиты. Спасибо большое за общение. Все эти монахи – элита монастыря Шаолинь. Но, конечно же, самый уважаемый и авторитетный человек тут один. Это настоятель Ши Юн Син. Без преувеличения – легенда Китая. И один из самых влиятельных людей в стране. Честно говоря, я до последнего сомневался, что этот человек найдет время для разговора со мной. Но вот меня попросили срочно подойти к его резиденции. Ши Юн Син готов меня принять и немного поговорить. Но сначала я обязан научиться правильно приветствовать главу Шаолиня. Настоятелю нужно правильно поклониться. Смотри внимательно. Сначала правую руку. Потом левую. Так. И поднимайся. Все, ты готов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь мне нужно ожидать встречи с настоятелем. Это, собственно, главный церемониальный зал, где проходят все встречи. Здравствуйте. Присаживайся. Большое спасибо. Большая честь для нас, что вы согласились с нами пообщаться. Вы знаете, вот в Шаолинь многие приезжают в поисках чуда. Я не исключение. Я тоже приехал сюда, потому что посмотрел массу фильмов про боевых монахов. Что считаете вы главным чудом Шаолиня? В фильмах, о которых ты говоришь, образы, конечно, преувеличены. Но то, что обычным людям кажется невозможным, наши ученики достигают упорными тренировками. Те, кто посвятил всю жизнь служению монастырю, могут достичь возможностей, которые находятся за гранью понимания простых людей. Ну вот, лично вы видели, какое самое большое чудо, если смотреть через призму обычного человека и обычных человеческих способностей? Самое большое чудо – это когда люди с помощью наших учений могут настроить себя на движение только к доброте. Когда все остальные люди поймут это и начнут думать о хорошем и делать хорошие дела, тогда и наступит спокойствие во всем мире. Вы, без преувеличения, один из самых влиятельных людей в Китае. И вот именно у вас хочется спросить, какими вы видите отношения Украины и Китая в ближайшее время? Я думаю, мы сможем улучшить понимание между нашими государствами с помощью общения. Я надеюсь, что больше людей из Украины будут приезжать в Китай, изучать нашу культуру и понимать нашу страну. Со своей стороны мы, конечно, должны делать то же самое – помогать культурному обмену. Благодаря вашему благословению и тому, что мы здесь провели несколько дней, миллионы украинцев узнают о Шаолине, о Китае, и я уверен, это будет способствовать нашей дружбе и ее развитию. Мы, пользуясь случаем, вас приглашаем в Украину и будем очень ждать. Спасибо. Я постараюсь приехать в следующем году. Спасибо вам большое. Спасибо большое за общение, за благословение и за то, что вы открыли нам другой Шаолине, позволили посмотреть на него изнутри. Это очень важно и ценно. То, что ты узнал здесь, неси с собой и делись с другими. Тогда мир будет просветленнее и добрее. Я действительно счастлив, что вы сможете благодаря этой встрече тоже познакомиться с настоятелем. Я считаю, что он общался не со мной, друзья, а с каждым из вас. И в конце концов, это еще одна возможность посмотреть с другой стороны на такое невероятное место, как Шаолинь. И несмотря на его туристичность, настоящий Шаолинь остается местом силы, в котором непременно чувствуется энергия. Итак, друзья, наш день в монастыре подходит к концу. Давайте посмотрим на фитнес-браслет и оценим результаты. Я сделал сегодня 15 тысяч 68 шагов. Впечатляет, друзья. Я прошел фактически по территории монастыря 11 с лишним километров и сжег 423 калории. Вот такой у нас выдался денек. Хорошо, что есть такие девайсы, которые помогают следить за степенью своей активности. После разговора с настоятелем меня пригласили в одно из самых священных мест монастыря – Сад Пагод. Это место, где заканчивают свой путь самые выдающиеся монахи Шаолиня. По сути, кладбище. Быть похороненным здесь – самая большая честь и признание для любого монаха. А как нужно жить и что нужно при жизни сделать, чтобы заслужить пагоду? Это высшая привилегия. Здесь хоронят только настоятелей монастыря и самых выдающихся монахов. Тех, кто принес Шаолиню и обществу огромную пользу. Объясните мне, почему здесь изображена машина, видеокамера? Вот там, смотрю, компьютер, тут поезд. Это часть китайской культуры. После смерти человеку преподносят ценные вещи. Ученики этого монаха решили сделать ему вот такие подношения. А как происходит выпуск монаха, в выпуск кавычках, когда он решает покинуть монастырь и вернуться в обычную жизнь? Возврат в мирскую жизнь начинается с решения самого монаха. Он должен сказать об этом своему наставнику. И если тот подтвердит, что монах готов, ему нужно сдать две свои личные вещи – одежду и миску. Сегодня любой из монахов может уйти из монастыря по собственному желанию и начать обычную мирскую жизнь, завести семью и избавиться от строгих правил. Но если верить истории и легендам, то раньше выйти из Шаолиня было даже сложнее, чем в него попасть. Монах, который решил отсюда уйти, должен был доказать, что достойный этого права и сможет принести людям за пределами храма пользу. Одна из самых шокирующих легенд – так называемый «коридор смерти» – лабиринт с десятками ловушек и стражниками. Только тех, кто проходил это испытание, отпускали из монастыря. Правда это или нет, сказать сложно. Шаолинь бережно хранит свои тайны. И разгадать их все за несколько дней просто невозможно. Мне пришло время возвращаться в обычный мир из монастыря Шаолиня. Ты стал первым человеком, который меня встретил. Ты стал человеком, благодаря которому я оказался в Шаолине. Это ты почувствовал, что мне важно здесь присутствовать. Я тебе за это очень благодарен. И я так понимаю, что любой монах хотел бы, чтобы однажды, когда его не станет здесь, в этом лесу, оказалась его пагода. Я тебе желаю, чтобы лет через сто здесь появилась твоя пагода, уже после того, как ты был настоятелем монастыря Шаолинь. Спасибо тебе за пожелания. Но я, как человек, принявший постриг, не несу в себе таких желаний. Я хочу лишь заниматься своим делом и преуспевать в этом. А мне пришло время сдавать одежду, сдавать мою миску и прощаться с вашим невероятным местом. Оно в моем сердце останется навсегда. Спасибо вам. Я рад, что ты был нашим гостем. Неси в мир ту мудрость, которую ты получил здесь. Покидая Шаолинь, боевые монахи несли его знания и практики по всему миру. Некоторые бойцы добавляли к классическим практикам кое-что свое. Специфическое. И так из поколения в поколение. В результате некоторые из древних практик кунг-фу обрели, ну, очень неожиданные формы. Шаолинь – это, конечно, самый известный монастырь. Но немногие знают, что вокруг него, в этой же области, есть еще десятки школ кунг-фу, где люди творят что-то неимоверное. Вот сейчас мы в 70 километрах от Шаолинь и покажем вам кое-что, во что нормальный человек отказывается верить. Это двор одной из боевых школ. Он же служит тренировочной площадкой. Вот только занимаются здесь совсем не на турниках. А самая обычная разминка шокирует. Он поломал об него палку. Ложится на ножи! Эта боевая дисциплина называется жесткий цыгун. С ее помощью эти люди могут не чувствовать боль. Интересно, они острые? Достаточно. Гвозди. Смотрите, конструкция с гвоздями. Самые разные опасные предметы. Ножи, гвозди, стекло. Все, что может покалечить обычного человека, эти бойцы используют как обычные тренажеры для повседневных тренировок. Второй сверху. Фантастики сверху кладут эту бетонную плиту. Молотком кувалдой бьет, он будет разбивать. Вот это да! Именно в этой школе практикуют одну из самых жестоких и опасных боевых дисциплин кунг-фу. Всем здравствуйте, всем наше почтение. Вы просто какие-то герои, суперлюди. Можно с вами поговорить? Меня зовут Дмитрий, я с Украины. Здравствуй, меня зовут Вэй Яопинь. Что у этого сейчас происходит такое? Мы называем эту тренировку постель из ножей. Обычное упражнение моих учеников. С ума сойти, говорит, у нас обычная тренировка. Вас как зовут? Тан-Жо. Можно, посмотрю, вас не проткнуло нигде, нет? Как это можно? Повернитесь, извините за фамильярность. Вот, ножи были. А как вы это делаете? Почему вас не разрезало на четыре части, и почему вас не проткнуло этими сорока гвоздями? Это благодаря специальным практикам кунг-фу. Они делают мое тело непробиваемым. Вы знаете, вот у нас, если человек такой комплекции, как вы, упитанный такой, то все говорят, да, он не спортивный, он только ест и пиво пьет. А на вас посмотришь так вот со стороны, думаешь, тоже пиво пьет. А увидишь, что вы творите, какие чудеса, понимаешь, герой. Вот, сам попробуй мой пивной живот. Ударь нормально. Ого, у него реально жесткая пуза. Не как желе, а? Сильнее. Непробиваемая пуза. Как вы его качаете, а? Я направляю энергию Ци в нужную часть тела, и она становится очень крепкой. Энергию Ци здесь еще называют жизненной силой. Многие китайцы верят, что она циркулирует во всем живом, что есть на планете, и дает ему силу. В местных школах боевых искусств эту силу учатся применять в бою. Как для нападения, так и для защиты. Вообще, основные китайские медицины и боевых искусств – это вот циркуляция энергии Ци внутри организма. И если ты умеешь пользоваться этой энергией, ты можешь творить чудеса. Вы сказали, что можно направлять энергию в любое место. Такой уточняющий вопрос. В любое-любое место или не совсем в любое? Куда угодно можно. В голову, в шею, в живот и даже в пах. Именно это та причина, по которой мы к вам пришли. Потому что мы знаем, что ваша школа славится тем, что у вас, простите, из песни слов не выкинешь, стальные промежности или попросту, друзья, стальные яйца. Да, мы яички тоже тренируем. Сам увидишь. Но сначала нам нужно закончить разминку. Понаблюдай пока. С ума сойти, друзья. Говорят, подожди, не спеши. У нас обычная тренировка. Яйца мы тоже тренируем, но это в конце. Я наблюдаю просто, хорошо? С помощью тренировок мастера жесткого цигуна могут доводить свое тело до невероятно прочного состояния. Оно должно быть, как сталь. В ближнем бою это можно использовать не только как оружие, но и как естественную броню. Ну вот, вот, уже становится интересно. Принесли обычные такие булыжники, как из горной реки, классические. Сейчас с ними что-то будут делать. Можно я вас, извините, потрогаю? Вы настоящий? Можно руку посмотреть? Вот, друзья, поломал камень рукой. Кстати, кожа здесь жесткая. А сколько вы камней в своей жизни уже разбили? Уже я не посчитаю. Очень много. Вот, чтобы ты не сомневался, что это настоящие камни. А теперь покажи. Терминатор, друзья. Это терминатор. А скажите, а вот бывает у вас такое? Вы идете вечером по улице где-нибудь, по какому-нибудь такому спальному райончику, и какие-то ребята подходят. Бандиты деньги просят. И вы их так хоп и поломали пополам. Мы боимся людей бить. Даже грабителей. Потому что одним ударом можем случайно разбить голову и убить. А вот скажите, вы когда перед ударом вы настраиваетесь, и так вдыхаете, закрываете глаза, это что вы в этот момент делаете? Такими движениями направляют энергию Ци в нужную часть тела. Он не просто разломал пополам, он растращил этот камень в какие-то щепки. Может, ты хочешь попробовать? Если я попробую, вы меня сейчас увезете в скорую с открытым переломом. Дальше в ход идут куда более серьезные орудия. Эта тренировка демонстрирует, какое большое преимущество было у мастеров жесткого цигуна на древнем поле боя. С таким телом попросту не нужны тяжелые доспехи, чтобы обороняться от вражеских мечей. Дальше тренируем горло. Можно я посмотрю ваш меч? Такая амитация меча, но это достаточно плотный металл. Этот плотный кусок металла боец прикладывает к одному из самых уязвимых мест на теле человека – горло. То, что происходит дальше, не поддается никаким объяснениям. У меня нет слов. Каждый из нас так может. Способности этих людей поражают. Кажется, что их тела непробиваемы. Но, как известно, у каждого мужчины есть одно самое уязвимое место. Но эти бойцы – исключение из всех правил. И говорят, что не боятся даже удара любой силы по тому самому месту – интимному, болезненному и уязвимому для любого мужика. Пришло время это проверить. Я даже представить себе не могу, как это будет происходить. Смотрите, тут металлический наконечник. Это бревно весит 50 килограммов. Впереди металлическая пластина. Этим мы проверяем свой пах на прочность. Но не вздумай пробовать это повторить. Друзья, вы знаете, я обычно все пытаюсь испытывать на себе в программе. Но здесь это тот случай, когда я воздержусь и не буду на себе испытывать. Железная промежность – самая редкая и тайная практика из всех цигун. Секреты этого умения мастера передают только своим ученикам. И не открывают их широкой публике, чтобы люди попросту не покалечили себя. Не зная секрета, это правда очень опасно. Один неправильный удар может изменить судьбу мужчины. Ну это, так сказать, он продемонстрировал убойную силу этого молотка 50-килограммового. А сейчас будет бить себя в пах. Мастер настраивается и специальными движениями концентрирует энергию ЦИ в том самом месте. Он верит, что тем самым делает свой пах непробиваемым. Особо впечатлительным мужчинам сейчас лучше отойти от экранов. Скажу честно, на это больно даже смотреть. Он, смотрите, сам раскачивает прям промежностью. Больно смотреть, вот часто просто больно смотреть. Я не представляю, как это. Вот объясняется тем, что он концентрирует энергию так, что всю свою энергию направляет и делает так, чтобы она больно. Как вас зовут? Ван Лю Тай. Вы знаете, друзья, вот в этот момент напрашивается, знаете что? То, что, в принципе, я никогда не делал и не хочется делать, но напрашивается проверить. А там есть что-то вообще? Извините, это грубый, некрасивый, некорректный вопрос, но у вас есть что-то в паху? Сам потрогай. Потрогай, друзья. Я никогда не делал это. Надо проверить. Вы простите, но я потрогаю. Друзья, у него есть все. Ты не первый такой. Многие не верят, что у меня там что-то есть. Первый вопрос, конечно, зачем? Раньше эту технику использовали для защиты. У мастеров кунг-фу не было слабых мест на теле. Сегодня мы передаем знания, тренируемся и обучаем новые поколения, чтобы сохранить эту практику. Если бы мы не занимались, то эти знания были бы уже утеряны. Вот, друзья, в чем главный смысл? Это самое уязвимое место любого мужчины. Не зря есть даже выражение «удар ниже пояса». Если подойти с физиологической точки зрения, что вы делаете в этот момент? Вы как-то втягиваете свои гениталии? Или вы их напрягаете? Вся суть в тренировках. Я вот занимаюсь этим с 10 лет. Сейчас я даже не могу объяснить тебе, что именно происходит в этот момент. Я просто не чувствую никакой боли. Мне нужно возвращаться к тренировке. Ты можешь понаблюдать, но не вздумай повторять это сам. Да, я даже не думал, вы что, издеваетесь? Практики жесткого цигуна монахи придумали еще в древности, как способ защиты, чтобы в бою, получая удары, не чувствовать боли. И мы с вами своими глазами видим, что это не выдумки, не легенды, не кино, а правда. Некоторые тайные знания, передаваясь от учителя к ученикам, дошли до наших дней. И железная промежность только одна среди них. Ученики изучают ее наравне с другими методами усовершенствования своего тела. На самой обычной тренировке они просто по очереди тренируют свое интимное место – 50-килограммовым бревном. Ничего необычного. Это просто стандартный ежедневный тренинг. Здесь уверены – железным у идеального мужика должно быть все тело, без исключений. По сути, идеальный боец должен быть, как терминатор, не чувствовать боли. И сделать так, чтобы куда противник не нанес удар, ранения не было. А даже если повредить ткани получилось, с помощью той самой энергии ци, бойцы умеют останавливать кровотечение. Это я проверять не рискнул, но подготовил более позитивный и смешной эксперимент. Мы решили немножечко в такой юмористической форме еще раз проверить способности этих людей, которые обладают стальной промежностью. У меня в багажнике есть такой романтический набор. У нас есть бутылка шампанского и сковородка. Сейчас вы догадаетесь, зачем. Представьте, муж и жена на кухне повздорили, поругались. И жена хочет мужу врезать. Что она хватает под руку? Сковороду, понятное дело. И она решила сковородкой своему мужу заехать по тому самому месту. Выдержит ли муж? Давай проверим. Я играю роль жены. Ох ты, скотина такая, ты где всю ночь гулял? А я реально сильно бью. Вам не больно? Вообще не чувствую. Друзья, это чугунная сковородка. Раньше, когда мы с женой ссорились, я предлагал ей меня бить туда, чтобы выплеснуть злость. Она один раз ногой ударила, вывихнула ее и больше не соглашается на это. Кому-то, может, это занятие странным покажется, но это просто иллюстрирует, что у них действительно стальные. И нервы, и промежность, и вообще стальная закалка, тренировка, выдержка. И они сверхлюди немножечко. Хорошо, а теперь романтический эксперимент. Кто готов на него? Теперь шампанским будешь бить? Шампанским я вас бить не буду, я просто хорошенько его взболтаю и выстрелю пробочкой в то самое место. Давай. Эксперимент, о котором он мог додуматься только мирно изнанку. Вот шампанское. Для того, чтобы хорошенько выстрелило, нужно взболтать. Если хорошо встряхнуть бутылку теплого шампанского, то давление в ней может достигать трех атмосфер. Это как в перекачанных шинах автомобиля. Но в этом случае пробка может вылетать со скоростью до ста километров в час. Надеюсь, наши мужики не сомневаются в своих навыках и способны выдержать такой выстрел. О, стань, 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 стань. Вот уже я так взболтал, что сейчас вылетит. Мастер, похоже, даже не заметил удар пробки. Зато этот праздничный эксперимент очень повеселил абсолютно всех бойцов. Тем не менее, настоятельно всех предупреждаю. Даже не вздумайте такое повторять. Это больно и очень опасно для мужского здоровья. Ну что, если еще не веришь в мои способности, врежь меня туда кирпичом. Друзья, таких предложений у меня на семках еще не поступало. Говорят, если ты мне не веришь, давай кинь меня в промежность кирпич. Ну давайте, раз вы просите, я не буду отказывать вам. Вот кирпич, друзья. Давай, ударь меня. Ну, вы знаете, когда просят, не могу отказать. На самом деле, никакого здесь нет стеба, издевательства, насмешек. Это просто лишь способ продемонстрировать каждому из вас, что китайские боевые искусства – это гораздо больше, чем мы с вами думаем. Это какая-то тайная наука, которую невозможно вот так вот просто понять и постичь. И она делает из человека сверхчеловека. И вот сейчас я это продемонстрирую. Кирпич, и я бью мужчину. Не бойся. Нормально ударь. Все, 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 пожалуйста, пожалуйста, потому что я бью вас, а больно мне. Похоже, мастер вошел в азар и уже не может остановиться. А можно я? Давай, снизу вверх. Готовы? Давай. Слушайте, я не могу, я понимаю, что вы сами просите ударь, но мне больно даже бить. Вы понимаете, я вас бью и с каждым ударом мне самому больно. Ну давай тогда я тебя. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай теперь ногой. Мне страшно. Слушайте, мне ноге больно. В этом и суть. Давай еще. Хватит, я не могу, это... Смотри, как надо. Я много чего видел в наших экспедициях, но такую картину не мог представить даже в страшном сне. Правда, на это больно даже смотреть. Мужик, которого хоть раз в жизни били в эту область, знаком с этой невероятной болью. Но в данном случае это защитная тактика. И она работает. Вы знаете, друзья, ощущения такие были, что действительно как мячик такой резиновый. Как нога отскакивает. И в это не веришь просто. В этом суть такого боевого искусства. Когда противник наносит тебе удар, то больно ему, а не тебе. Нужно только направить ци в нужную часть тела. Вот у меня по ощущениям ноги сейчас действительно будто бы я бил по деревяшке. Чтобы познать эту технику, нужно сначала выучить 72 разные практики кунг-фу, которые укрепят все части твоего тела. Сколько лет вам? 60. Ну я бы хотел в 60 быть таким крепким орешком. Тренируйся и тоже таким будешь. Хорошо. А вот давайте предположим, что вы мой мастер, вы мой гуру. Я к вам записался сюда в школу на тренировки. И начинаю регулярно наравне со всеми остальными заниматься. Через какой период времени я смогу себя дубиной ударить между ног? Безболезненно. 200 дней. Друзья, 200 дней. Столько мы в Бразилии пробыли. Если бы я в Бразилии тренировался и каждый день себя дубинкой бил, то уже бы терпел. В Китае под запретом самые популярные социальные сети. Здесь работают только местные аналоги. Поэтому если вы хотите всегда оставаться на связи и пользоваться привычными соцсетями, без роуминга никак не обойтись. Проверю-ка я свой Инстаграм и Фейсбук. И даже запилю фоточку в сториз. С роумингом от Киевска мне доступно все, к чему я привык дома. Возникает вопрос, как на мужскую силу влияют такие тренировки? Нет ли риска, что мужчина потеряет свои способности репродуктивные и в сексуальной сфере станет слабее после таких ударов папу? Это не только не ухудшает половую силу, а наоборот сильно ее улучшает. С помощью этой практики можно лечить половую дисфункцию или продлевать время полового акта. Ты можешь сам контролировать семя извержения, чтобы оно не происходило быстро. Хорошо, раз мы уже на такие интимные темы пошли разговаривать, то давайте так, вы говорите, продлевает интимную близость. Вот сколько вы можете максимально? Пока женщина не скажет, хватит. Час-два и дольше могу. Плюс эта практика делать семя более качественным. Вон, посмотри, какой у меня сын здоровый получился. О, здравствуйте. Ваш сынули, как зовут? Вейджен Мэн. Ваши воспоминания из детства. Батя таким баловался еще с молодости? Да, сколько себя помню. Эй, как это выглядело? Вы просыпаетесь, а папа там на кухне. Подходите, он себя бьет палкой, да? Бывало и такое. А вы умеете так делать? Я не такой мастер, как отец, но кое-что умею. Тайны железной промежности обычно передают от отца к сыну. Наш мастер Вайяупинь тоже научился у папы бить себя между ног и не чувствовать боли. И, конечно же, научил этому и своего сына. И совсем ничего не болит, да? Вообще. Скажу честно, я до последнего сомневался, что ежедневные удары бревном в пах могут хорошо влиять на мужскую силу и сексуальную функцию. Но, к своему удивлению, узнал, что мужскую силу такие занятия якобы даже укрепляют. По крайней мере, у нашего мастера стальной промежности большая семья, счастливая жена и двое детей. У его сына, который тоже только что продемонстрировал, как бьет себя между ног, тоже молодая жена и два абсолютно здоровых ребенка. А были ли в жизни такие ситуации, когда действительно вы неожиданно кому-то демонстрировали свои способности и люди, не зная, кто вы такой, на самом деле смотрели и удивлялись? Я обычно использую это в неприятных ситуациях, когда ко мне кто-то цепляется и лезет в драку. Я просто беру кирпич и бью не его, а себя. Сейчас Танчжо покажет тебе, как это делается. Давайте, да. Вот, это железная пластина. Реально железо поломал. Вы знаете, вы говорите, что ваши тренировки усиливают мужскую силу. И мужчина в постели со своей женщиной становится еще сильнее. Так вот, мне кажется, ваши тренировки еще в другом плане могут помочь сохранить крепкую семью. Вот эти скандалы обычно происходят или какие-то конфликты из-за того, что людям некуда выплеснуть энергию. И вот они оказались вдвоем, какая-то ситуация и начинается взрыв. А вы здесь так выплескиваете всю энергию, когда железо в голову ломаете, что дома уже мир и благодать. Феномен жесткого цигуна не поддается объяснению. То есть и мы с вами, и наука, и все ученые на планете можем на это только посмотреть и констатировать факт. Да, оказывается, такое возможно. Но объяснить почему не сможем. А вот китайцы даже не сомневаются, что секрет кроется в древних практиках и знаниях, которые они собираются беречь еще не одну тысячу лет, обучая своих сыновей секретам железной промежности. Спасибо, Танжо. Спасибо, шеф. Вы доказываете, что постичь китайскую философию, китайские боевые искусства невозможно вот так вот просто. Для этого нужно посвятить этому жизнь. И действительно, теперь я понимаю, что не все так просто. И есть те вещи, которые невозможно объяснить просто биологией, анатомией, наукой. Есть что-то свыше, есть что-то большее. Это правда. Спасибо тебе. Древние практики шаолиня не просто впечатляют. Они поражают воображение. Здесь видишь то, что кажется невозможным. Тысячи лет эти боевые искусства развивались, трансформировались и модернизировались. Но суть оставалась прежней. Эти люди доказывают, что возможности абсолютно каждого человека безграничны. И если тренироваться, то вполне реально довести свое физическое состояние до сверхчеловеческого. При этом оставаясь человеком. Шаолиня учит очень простой истине. Неважно, кто ты. Боевой монах, повар, бухгалтер, парикмахер, водитель, сантехник или генеральный директор корпорации. В каждом из этих дел можно стать кунг-фу. То есть лучшим. Если не лениться, тренироваться и никогда не сдаваться. Именно с такими людьми мы познакомились в этом путешествии. И теперь я точно знаю, что чудеса китайских боевых искусств – это не выдумка. Это чудеса в самих людях, которые посвящают своей жизни древнему искусству. Поверьте, каждый из нас с вами способен на чудо. Не обязательно в боевых искусствах. Шаолиня учит. Чем бы вы ни занимались, старайтесь достичь в этом деле настоящего мастерства. То есть настоящего кунг-фу. Смотрите в следующей программе. Надеюсь, жарить мы его не будем. Мужик лежит, плеет. Мы откроем загадку феноменального здоровья китайцев. Ничего себе, друзья, 72 года человек. Не знаю, что это дает, но глядя на этого мужчину, я понимаю, что что-то дает определенно. Испытаем на себе, ну, очень необычные методы традиционной медицины. Подожди, воткните в меня, до мозга не дойдет? Очень не очень приятно. Ох, господи, рука. О, господи. Я буду в буквальном смысле гореть на работе. О, господи. Друзья, у меня горит голова. Программа «Мир наизнанку». Горящие головы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова